Привет, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. Сегодня вторник, а значит новый выпуск. И в этом выпуске мы посмотрим, какие интересные лоты выставлены на Виолити на этой неделе, что можно прикупить к себе в коллекцию или, возможно, сейчас самое лучшее время для продажи дубликатов ваших монет. Итак, заходим на площадку Виолити. Вот так выглядит мой кабинет. У меня сейчас выставлен только один лот в магазине. У меня даже целых 102 подписчика, друзья. Спасибо, кто зашел и подписался. И давайте посмотрим. Кстати, сейчас обновление вышло. Можно перейти на новую версию кабинета. Для того, чтобы перейти на новую версию кабинета, просто нажимаем эту кнопочку «Перейти на новую версию» и видим, что стало все немного компактней. Кстати, 4-го числа будет резервная цена 0,01%. Это здорово, потому что можно выставить ваш лот как раз в эту дату и получить вот такой вот дисконт. Итак, что мы видим? Видим, что здесь появилась новая лента с разными уведомлениями, интересными лотами и новостями. Вот так она отображается. Лоты для меня, скорее всего, это будет, исходя из моих предпочтений и моих покупок, формироваться данные пункты. Давайте я по данному кабинету немножко позже расскажу. Давайте посмотрим несколько лотов, какие выставлены уже прямо сейчас довольно интересные и активные. У меня, кстати, из активных лотов вот такой лот в продаже. Он выставлен по фиксированной цене. Может, стоит его поставить, конечно, с 1 гривны. Напишите в комментариях, как вы думаете. Это довольно интересные лоты. Это целый ролл запакованной гривны 65 лет победы. А вот в идеальном состоянии, в Uncirculated, не были в обращении данные монетки. Ну, давайте перейдем в нужный нам раздел и посмотрим, что здесь сейчас есть интересного перед тем, как я расскажу вам про кабинет. Мы видим здесь активные лоты и вот те, которые сюда рекомендуются. Давайте посмотрим, что сейчас есть такого, что прям мне бы хотел к себе в коллекцию прикупить. А вот, кстати, я вижу, есть 25 копеек 2003 года. Этой монетки у меня нет в коллекции, друзья. Так что, если у вас есть, напишите мне в Instagram. Я готов приобрести. Или давайте посмотрим ее здесь на Violet. Видим, что есть одна ставка в 2000 гривен. В целом, эта монета интересна, потому что тираж был ограничен. А кто собирает вот такой вот альбом, как у меня регулярных монет, очень хочется закрыть, как говорится, дырку конкретной монеткой. Потому что, вот по состоянию скажу, что здесь не супер она в идеале. Но, в целом, по данной цене видим, что ставка есть и есть желающий добавить к себе эту монету в коллекцию. То есть, в принципе, это хорошая монета. Я бы рекомендовал такие монетки покупать к себе. Видим у нас повороты 2 копейки 1993 года. Смотрите, почему, видим, у нас была цена с одной гривны, скорее всего, да, выставлена. И что мы видим в 4 часа заканчивается? Поворот на 179 градусов. К сожалению, состояние монетки тут не идеальное. То есть, действительно, какая-то коррозия или еще что-то. В целом, такие монеты интересны с поворотами. Я также покупаю к себе в коллекцию монеты с поворотами, друзья. Покупаю и на Виолити, и когда мне в личку пишите. Это такой брак. Люди любят собирать, особенно в 90-е годы. Они просто, скажем так, игрались на заводе, меняли пуансоны и чеканили. Возможно, есть такая теория, что болтались закрепленные штемпеля, когда при печати... Ну, друзья, я не был на производстве, пока не могу точно вам сказать, каким образом получается поворот, там, знаете, на 15 градусов, на 10 градусов, на 90 градусов. Мне кажется, это в те годы, это просто были такие хулиганки, когда разворачивали или просто невнимательные были, как было установлено и чеканили. Поэтому такое попадается, такое действительно довольно часто встречается на аукционах и продаются такие монетки. Ну, в данном случае, такая цена довольно нормальная. Насколько больше, не знаю, сложно судить. В зависимости от вашего желания положить конкретно такой брак к себе в коллекцию. Давайте смотрим дальше, что у нас такого интересного, прям неординарного гривны 95-го года есть. Вот гривна, смотрите, киевского типа. Довольно интересный лот. Это производство НБУ. Сейчас, конечно, они очень сильно упали в цене. У меня есть на канале Монетомания показ данной гривны, которая выставлена на сайте НБУ. И цена с падением серебра, она уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась. Действительно, они постоянно даже сейчас продаются в НБУ. Ну, особенность конкретно данного лота, то, что это одна из первых гривен. То есть, она наберет, думаю, какую-то стоимость, думаю, в районе 7000-8000 гривен. Вполне вероятно. Тут, если мы видим, есть и сертификат. В целом, это такой сувенир. То есть, она не несет какой-то прямо сильно исторической ценности. Потому что, ну, это выпущено над Национальным банком и продолжает выпускаться. Если вы хотите собрать себе серию всех гривен, выпущенных Национальным банком, то такая коллекция довольно тоже интересна. Ну, тут, понимаете, нужно иметь бюджет на каждую такую гривну. Они есть, чеканились. У меня есть отдельный выпуск на канале Монетомания. Ссылочка будет на него в описании. Они чеканились на разных заводах. Ювелирный завод Харьковский, Львовский, Натапазе, Киевский. То есть, много разных вариаций. Собирать можно. И, в принципе, если вам эта тема нравится, почему нет? Каждый выбирает то, что его радует. Давайте посмотрим, что еще у нас есть. Здесь копеек 2БМ довольно тоже интересно. Ну, я разновидности сейчас не собираю вот в таком формате. Но это довольно редкие монеты. И на них можно зарабатывать, если к вам попадаются в переборах. Но это нужно действительно очень-очень заморочиться, пересмотреть все свои монеты. 50 копеек у нас мы видим. Аверс, аверс. Давайте откроем новые вкладки. Посмотрим, что здесь. В целом, это интересная пробная монетка. Она должна быть у нас сталь с латунным покрытием. Да, это пробная монетка на стальной заготовке. Обычно есть латунные заготовки этого года. 50 копеек. В целом, даже интересно. Я бы, хоть у меня и есть в коллекции. Давайте сделаем тоже ставку. Например, 2 800 гривен. В целом, это интересная монета. Даже поучаствуем в торгах. И мне будут приходить уведомления по конкретному лоту. Потому что это хорошая коллекция. Тем более, можно удивить всех своих друзей подобным лотом. Так, давайте дальше посмотрим. У нас есть луганский чекан английскими штемпелями. Монетка самая, пожалуй, популярная. Самая такая, как сказать, раскрученная. Ее можно визуально узнать. Кстати, будьте аккуратны. Если вам вдруг будут предлагать, обязательно наложенным платежом покупать. Если покупаете с каких-то сторонних площадок. Потому что могут прислать китайскую копию. И только на почте вы можете увидеть, что это подделка. Фотографии вам могут показывать оригинальные и так далее. Интересно. Ну, я бы рекомендовал вам выбирать в коллекцию. Конечно же, в классном состоянии. И в классном состоянии. Так что, смотрим дальше. 2 копейки 96-го года наборный. Тоже интересный лот. Хочу сказать, что очень важно положить 2 копейки в идеальном состоянии. В штемпельном блеске. Тут сложно сказать по фотографии, есть ли штемпельный блеск. Потому что такая фотография. Обычно я прикрепляю видео в данном формате. О, кстати, еще тут увидим у этого продавца. Ведь мне рекомендуются другие лоты этого продавца. Можно подписаться. Вот таким вот образом. Поворот 5 гривен. Сколько градусов? Сколько градусов у нас тут? Ага. Незначительный поворот, друзья. Так что это не такой лот. Я бы не рекомендовал. То есть, они в принципе могут быть. Но это не настолько интересно. Если гораздо больше поворот. Тут поинтереснее. Так, посмотрели. 2 копейки. Ага. Так, давайте дальше. Есть инвестиционные монеты. Есть монеты в роллах. Я, честно сказать, у меня есть определенная подборка. Но пока не покупаю. Возможно в будущем. Дальше. Гривну мы уже смотрели. 95 год также смотрели. 96 год. Ага. Вот. В принципе, довольно тоже интересно для вашего альбома. Можно присмотреть. И по фиксированной цене приобрести. Гляньте. 96 год. И у нас мелкий гурт. Да, действительно. С крупным гуртом 96 год не такой ценный. А с мелким гуртом это довольно редко. Интересно. Видите. Сейчас люди торгуются. И 4 числа будет у нас финал торгов. Можете зайти посмотреть. Давайте дальше. Ну, в целом, видим, уже здесь закончился. Закончились слоты выставленные. Можно просто вниз пролистать. Давайте перейдем к кабинету. Я покажу вам, что еще есть в новом кабинете. Вот видите, смотрите, я сделал ставку свою. И у меня отобразились в моих новостях в ленте. Это очень удобно. И можно смотреть, ага, что происходит, собственно, сейчас. Поэтому рекомендую потестировать новую версию. Я еще только-только переключился. Еще не смотрел, что еще. Можно посмотреть, как выглядят активные лоты. Вот у меня мой выставленный лот по фиксированной цене. Какие здесь могут быть. То есть лотик комментарий. Если будут отображаться, они будут здесь отображаться. Можно предложение по лоту. Если мне предлагают купить этот лот дешевле. Если данная опция у меня включена. Сейчас мы посмотрим. Видите, значит, у меня предложение цены выключено. Например, если я включу одним вот таким нажатием. Видите, у меня активизировалось предложение цены по лоту. То здесь будут поступать какие-то предложения. Тут кто-то готов заплатить 1900 гривен за данный лот. Или 1800, или 2000 гривен. И у меня эти предложения будут поступать. Вот видите, тут фиксированная цена. Они будут отображаться в моем кабинете. Что еще я могу рекламировать товар? Но я думаю, по фиксированной цене пока еще не активна эта услуга. Да, по фиксированной цене нельзя заказать рекламу. То есть если я поменяю на с одной гривны выставленную, то могу вот с таким вот одним легким нажатием. Например, каким-то образом. Давайте покажу, как это происходит. Мы нажимаем редактировать лот. Смотрите, переходим в наш лот. Вот у нас нумизматика, полностью информация о лоте. Ссылка на обзор. Но я не снимал на данный лот. Мы выставим на торги. Например, цена. Но я пока не буду ставить с одной гривны. Пускай останется та цена, которая была указана. Резервную цену также мы не указываем. Например, сколько бы я поставил, до какого числа. Давайте поставим до четвертого. До четвертого и время у нас закончится торги в два часа. Но это можно отдельно выставлять, какое вам удобно. Сейчас я в два часа снимаю этот ролик, поэтому у меня здесь такое время выставлено. Описание у нас идет на карту. Готов отправить за границу. Но я не заморачиваюсь с этим, потому что доставка довольно дорогая. И тут нужно с предоплатами это все делать. И смотрите, согласен принимать предложение от покупателей. То есть эта опция у нас будет активна. И после завершения лота ничего не предпринимать. То есть лот, если не продастся, он будет просто-напросто закрыт. Я подтверждаю. И, например, редактируем. Все. У нас, смотрите, за размещение у меня списывается одна копейка. Вот процент, который я заплачу, пополнив свой кабинет, если лот у меня будет продан. До 2000 у меня я заплачу 6%. То есть если мне предложат, например, 1990, у меня будет такая комиссия. Если мне предложат 2001 гривну, у меня уже будет другая комиссия. Тоже, видите, довольно удобно. И там дальше дешевле, меньше, 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 в зависимости от стоимости лота. И нажимаем разместить, редактировать. Все. Лот добавлен. Можно перейти в кабинет и либо давать новый лот. Давайте посмотрим в кабинете. В новом кабинете у нас этот лот уже появился. Цена у меня фиксированная. Но люди могут торговаться либо предлагать. И сейчас я могу предложить цену. Видите, как отображается у меня. У вас нет предложений цены от покупателей. Ну, собственно, они могут поступить. Если, например, вы смотрите этот ролик, вы бы хотели себе гривну uncirculated, которая без обращения. Вот у нас выглядит таким образом. Здесь у нас 50 монет. Если посчитаем, там 50 монет, как минимум по 50 гривен продавать, это уже 2 500. Но каталог загреба оценил такие монетки вообще по 100 гривен. Скажем так. Так что цена может быть гораздо-гораздо дороже. 50 монет это 5 000 гривен у нас получается. Это довольно дешевая цена, кстати. Вот, да. И сейчас мы смотрим, что можем ли мы заказать рекламу. Давайте посмотрим. Рекламировать лот. Мы нажимаем рекламировать лот. И какие есть варианты у нас. Реклама на форуме, реклама в рассылке, реклама в блоке рекомендаций. И, собственно, мы можем активировать данные пакеты, какие мне необходимы по рекламе. И заказать на конкретную данную позицию рекламу. Вот. Сейчас для того, чтобы заказать рекламу, вам нужно пополнить ваш кабинет. Вот, например, у меня сейчас 4 гривны. Пополнить кабинет можно... Сейчас вот этой кнопочкой. Это бонусная программа. Бонусов, как видите, у меня нет. Пополнить счет. И вот видите, нажимаем пополнить счет. Выбираем, например, сумму 200 гривен. Пополнить. И нас перенаправляет на сайт, сторонний сайт, на котором можно спокойно ввести данные карточки. Потому что это платежная система. Все зашифровано. Безопасный вход. ЦВВ. И вы оплачиваете. И моментально у вас деньги списываются. И буквально через пару минут появляются в вашем кабинете. И вы можете оплачивать рекламу, размещать ваши лоты. Друзья, вот такой вот обзор. У нас есть также завершенные, проданные лоты. Очень рекомендую зайти в кабинет и поклацать. Но сейчас, как видите, у меня просто не так много лотов, чтобы наглядно вам показать. Возможно, я чуть позже повыставляю. Например, даже того же 4 числа. И, возможно, в будущем покажу вам еще, как выглядят уже завершенные продажи. Как выглядят данные торги. И если тема вообще вам интересна торгов на Виолите, как это все происходит, пишите мне комментарии. Оставляйте отзывы, как вам. Заходите ко мне на лот. Я оставлю все ссылочки в описании, какие лоты я показал. И до новых встреч, друзья, в эфире. До встречи в четверг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok